Месяц ежедневных тренировок и вот она большая победа. Сергей целых самостоятельно пересаживается из коляски на кровать. Он четыре года не чувствует ног. И вот уже год, как снова чувствует себя полноценным человеком. Когда я сюда попал, я приехал с сопровождением. То есть я самостоятельно не мог сам себя обслуживать. В данный момент я могу проживать один и делать все, что нужно, готовить, стирать. Это учебная квартира реабилитационного центра «Сосновый Бор». Здесь инвалидам за несколько месяцев возвращают бытовые навыки и веру в себя. От передвижений в коляске до надевания носков. И преподавателям это далось ничуть не легче, чем их ученикам. Также вот в коляску мы садились и сами делали те положения, чтобы потом понять, как же будет легче ребятам, чтобы пересаживаться. И по своему опыту уже начинали их обучать. Светлана Молчанова после инсульта заново научилась готовить ужин своим двум детям, даже несмотря на паралич правой руки. Но самое трудное еще впереди. Ей нужно заново научиться с ними разговаривать. Не получается. Хочу говорить, а не получается. Нет такого слова «не получается». От учебной квартиры до сцены еще один большой шаг. Сегодня клиенты центра показали студентам-психологам все, на что способны. Они могут намного больше, чем обычный человек. То есть обычный человек может расклеиться при пустяке, а эти люди, они идут вперед, и их ничего не смущает. Смущает, когда не чувствуешь собственных рук, говорит Денис Зайцев. И вот уже третий месяц забивает учебные гвозди. Он говорит, что в центре ему дали главное. И его научили не опускать руки. Ни в прямом, ни в переносном смысле слова. Майя Евглевская, Олег Голобоков, ТВК, Новости. Майя Евглевская, Олег Голобоков.